Всем привет! И сегодня первый в моей жизни влог. Я буду снимать влог про свою жизнь. И сегодня мы с вами проживем, на мой взгляд, достаточно классный, интересный день. Расскажу сегодня, что вообще предполагается. Ну, во-первых, в эфире Кристина Хромойкина, и мой блог будет называться «Влагиня Кристина Хромойкина» или просто «Влагиня Хромойкина». Мы еще это придумаем с мужем. Собственно, какие планы на день? Сейчас я бегу на электричку. После еду в Москву. Расскажу чуть позже, может, во всех других блогах, почему мы передвигаемся на электричках, а не на машине или такси. После электрички я в Москву приезжаю, еду на станцию «Октябрьское поле». У нас открывается третий салон «Гривостудия» в следующем году. И вот сегодня мы встречаемся с строителями и дизайнерами для замеров и понимания того, что мы будем делать, сколько нам это по времени, собственно говоря, займет. После стройки будущей мы заедем с вами в студию «Красоты Грива» на ВДНХ и посмотрим наш предновогодний ажиотаж. Сегодня у нас 29 декабря. Через два, ну, три дня Новый год. Вот. И я еще, кстати, на Новый год нашу семью буду вам блог тоже снимать. Ну и, собственно, если тема вам интересна, ставьте лайки свои. Бегу на электричку, сниму вам немножечко красоты в электричке. И после покажу вам стройку, покажу вам салон и вечером свой домашний быт. Вот, собственно, притопала я на электричку, успела купить кофе. У нас есть такая традиция, если я отдалил с Виталиком, я даже опоздаю на электричку и буду ждать следующую, но куплю кофе. Есть такая традиция, я ей не изменяю. Почему на электричке? Да, электричка для меня, если честно, это такая маленькая жизнь. Сегодня есть какой-то свой дух, ты сидишь, можешь заниматься своими делами, не сидя за рулем, это раз, не тратить деньги на машину, на бензин, на пробки, это два. Но сейчас предновогодняя суета, та дорога, которая занимает, ну, в среднем, там, час двадцать, час тридцать от дома до работы, сейчас бы мне заниматься два с половиной, три часа в каждую сторону. Это не имеет вообще никакого смысла, потому что я сейчас езжу на скоростной электричкой ласточкой за 170 рублей, за 25 минут, с туалетом, с Wi-Fi, и в это время что-то позаписываю, может, напишу какой-то полезный пост, может, вообще просто повылупая и ничего делать не буду, то, что за рулем точно невозможно делать. И стоит реально 170 рублей. Ну, это сколько? Это даже мне не хватит этих денег доехать до московиного машины, собственно говоря, если ее заправлять бензином за два часа. Я явно больше потрачусь на 170 рублей. Вот, поэтому, конечно, я выбираю электрички, и электрички я люблю, и сейчас в Москве очень круто меняются все электрички со старых на новые. Ну, собственно, обычная электричка. Электрички сейчас модные, красивые, чистые, аккуратные. Сейчас расскажу еще об одной своей фишечке интересной. Смотрите, сколько народа. Я очень люблю этот движок, у Москвы вообще прям город для меня. Вот одна моя фишечка кофе. Один кофе могу пить, купить его на станции в Химков в 10 утра, целый день куда-то ездить, потом 6 вечера приехать с этой же банкой холодного кофе, топить его, выкинуть и купить новый на станции. И так у меня уже много лет. Необъяснимая вещь, но так, как есть. Ну, и, собственно, метро. Метро люблю особенной любовью. А еще для меня это первый опыт, что я иду, снимаю на людях. Я обычно вообще даже сторис не снимаю, ни при ком, кроме Виталика, потому что я стесняюсь. Но сейчас, кроме того, что я впервые записываю свой влог, еще буду бороться со своей стеснительностью записывать это на людях, потому что мне всегда кажется, что все подумают, что я ебу-бошка. Почему люблю особенно метро? Потому что метро – это всегда быстро, это всегда без пробок, и это достаточно дешево. Да, здесь достаточно много людей, здесь много толп, но если спускаться в метро не в период с 8 утра до 10, а после 10, то здесь пусто. Если не спускаться в метро в период с 17 до 19, то здесь тоже пусто. То есть с 10 утра где-то до 16.300, до 17.00 метро вообще просто благодать сел. За 20-30 минут ты в любом конце Москвы. Это, конечно, очень круто. Станция метро Комсомольская. На мой взгляд, одна из самых красивых станций Москвы. И это моя любимая станция, потому что 12 лет назад я одна приехала в Москву и оказалась именно на этой станции, приехав с Казанского вокзала, с Тольятти в Москву. Встала, вдохнула этот потрясающий запах Москвы и поняла, что я оказалась в нужном месте. Очень люблю эту станцию. Посмотрите, какая она красивая. А вот, собственно, сейчас такие шикарные вагоны метро. Сейчас в микро есть зарядки, вай-фай. Следующая станция проспект мира. Будьте осторожны. Ну вот, собственно, наше новое помещение. Вот такие здесь окна большие, красивые. Четыре штуки. Есть еще вот такие большие окна. Классное помещение. 157 квадратных метров. Давайте походим вместе по кабинетикам. Вот еще одно такое потрясающее окно. Буквально 2-2,5 минуты от метро топать. Раньше здесь был банк. Тоже везде окна. Окна. Окна – это самое главное. Окна я люблю. Места много. Это наш маникюрный зал. Наш администратор Софья. Берчата работают. Администраторы, управляющие в зоне стерилизационной, заполняют стерилизационные журналы. Отдельные зоны педикюрные. Здесь делается педикюр и работают четыре руки. Маникюр и педикюр. Здесь у нас подсобная зона. Там мастера торчат чуть-чуть. Привет, Саша. До свидания. До свидания. Здесь тоже заполняются какие-то там журнальчики. Я в этом не разбираюсь. А в кабинете свободно или занято? Занято. Угу. Наша зона бара кофе. Клиентская зона парикмахерского зала. Здесь немножечко будет, конечно, скоро изменения. Но пока так. Пойдемте в парикмахерский зал посмотрим. Время полдесятого вечера, а я все в студии красоты. Так сложилось, что мне получилось немножко пораньше уехать. Вот покажу вам рабочий процесс на салонах. Все еще вовсю работают. Вот что значит подготовка к Новому году. Но, слава богу, мы и без Нового года всегда работаем практически с полной записью. А это я подготавливаюсь к Новому году. Время полдесятого, а я всю работу работаю. Как настоящая кормящая мать, привезла с собой клинический молокоотсос. Каждые три часа сцеживаю молоко, собираю в бутылки, чтобы ничего не пропадало. Пришла я домой в 23 часа. Муж у меня сегодня весь день был с детьми. Но, благо, ему помогала няня. Вечером она ушла, он уложил дочек, уложил сына. И, конечно, тут однозначно помогает нам к сместительному насыпанию детей. Все ясно, понятно. Девчонки уложатся в 22, сын в 23. Я пришла, ой, сын в 22.30. Пришла, муж работает. Собственно, сейчас подключаю, поболтаем, пообнимаемся и ложимся спать. Это такой был первый выпуск, влог. Дальше будет интереснее. Сегодня был очень загруженный день. Не так много успела снять. Предновогодняя суета. Завтра буду поинтереснее моментов вам снимать побольше. И буду создавать разные темы в разных влогах. Пишите, может быть, у вас есть какие-то классные идеи, которые я попытаюсь осуществить и, собственно, привести в жизнь. С вами была влагиня Хромойкина. Всем классного дня!